Режим самоизоляции для ульяновских актёров стал настоящим испытанием, но тем не менее актёры даже дома не сидели без дела. Проводили в онлайн формате различные мастер-классы, планировали следующий сезон, репетировали и даже сочиняли. Как хотелось всех огнять и к большой груди прижать. Но в перчатках, блин, и в маске нет ни теплоты, ни ласки. И два метра расстояния. Прям актёрские страдания. Без тебя рано не жить. С таким необычным признанием выступила народная артистка России Зоя Самсонова во время встречи актёров с губернатором Сергеем Морозовым. Глава региона прежде всего поздравил с днём рождения заслуженную артистку России Ирину Янко. Она родилась 25 июня. Также губернатор не забыл поздравить молодых актрис Марию Прыскину и Дарью Ферапонтову, которые в период самоизоляции стали мамами и родили сыновей. Я обращаю к этому проекту, если поблагодарить по-настоящему, для каждого слова и человеческой благодарности, и, если хотите, губернаторской такой благодарности за большую работу, которую вы привели в условиях сложного периода, сложная атмосфера, сложное состояние, которое было у нас, и которое пока ещё сохраняется в нем в области в обществе. Конечно, я знаю, что мы подарили огромное количество возможностей лучше познакомиться с вами, с театральным закулисьем. На встрече присутствовали давние попечители театра. Губернатор их отметил благодарственными письмами. О планах на предстоящий сезон, который в Ульяновском драматическом театре будет юбилейный, 235-й, рассказала директор театра Наталья Неконорова. Я надеюсь, что в сентябре мы откроем наш юбилейный сезон и к этому очень серьёзно готовимся. У нас уже было выпущено два спектакля, они действительно были сданы художественному совету. Это эмигранты на малой сцене и обломов на большой. Но показать зрителям мы их по понятным причинам не смогли. Сейчас коллектив уже вышел из отпуска, мы репетируем ещё четыре постановки. Но подготовка к новому сезону заключается не только в репетиции новых спектаклей. В конце прошлого сезона, во время подведения итогов театрального фестиваля «Лицидей», театр был удостоен самой престижной региональной премии губернатора «Продвижение». По словам директора культурного учреждения, эти средства пойдут на ремонт здания. Нам выделено 2 миллиона. Мы сейчас реализуем для того, чтобы сделать из нашего театра конфеточку. Уже 14 лет мы после ремонта и хотим, чтобы в зал и в фойе зрителям произошли какие-то изменения в лучшую сторону. Очень готовимся к этому. Так что в юбилейном сезоне зрители ждут премьеры, любимые спектакли прошлых лет, встречи с мастерами сцены, фестивалей и другие яркие театральные события. И всё это будет проходить в красивом, отремонтированном здании театра. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Олправда ТВ.